Этот прекрасный и хороший комплекс. То, что здесь растет крапива, одуванчик. Чисто, просто, аккуратно. Как и должно быть. У нас есть лифт, поминает мне лично проселочную дорогу. Кстати, не каждый комплекс может похвастаться в ремерзании и протекании. Смотрите, какой классный двор. Небольшие штрихи, и здесь все будет достаточно круто. Красавцы. Особенность заключается в том, что уже попали, мне нравится, в эту прекрасную школу и в этот прекрасный детский сад. Недорого, качественно и красиво. Вспоминает чем-то ставня. Приехал в какую-нибудь лаперанту и пеньковая, наверное, брусчатка. Очень удобно и практично. Не тебе кухни-гостиной, не ванны большой. Он не похож на большинство строящихся проектов. Ох-ох-ох-ох, друзья, что я здесь вижу. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Ютари – это самый знаменитый песчаный пляж в городе Пори, Финляндии. Сейчас вы его, друзья, видите на своих экранах. Когда так называют жилой комплекс, то я полагаю, что он расположен у воды. Есть аналогичный пляж или хотя бы что-то подобное. Жилой комплекс Ютари находится в Колпино, и рядом с ним есть только ручей. Гольфстрим, Кудрово, Айди, Мурино, Новоорловский, Паркленд, Тапиола, Ютари – все эти комплексы и многие другие объединяет финский архитектор Юка Тиканин. На сайте архитектурно-проектного бюро Юка Тиканина есть отличный рекламный слоган – «Эффективное проектирование для максимальной прибыли». Проект Ютари интересный. Действительно ощущение, что это кусочек Финляндии. Он не похож на большинство строящихся проектов, но это только внешне. Внутри здания мы можем видеть вертикальную разводку отопления. В Финляндии, к примеру, так не проектируют отопление. В зданных домах высота потолка от 2,7 до 3 метров, а в строящихся от 2,5 до 2,7 метра. По загрязнему перегородки, панельные перекрытия и применение сварки. Если посмотреть на финский подход к планировочным решениям, то это большие кухни-гостиные, небольшие спальные места, шумоизоляция, деревянные окна, большие ванные комнаты. Все сделано для удобного проживания. В жилом комплексе Ютари в планировочных решениях этого всего я не увидел. Ни тебе кухни-гостиной, ни ванны большой. Но зато дома все в пять этажей, с лифтом, с небольшим количеством квартир. И, конечно, этот комплекс выделяется среди массы других. Квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Согласно данных квартирографии, из трех сданных и трех строщихся домов будет 1 601 квартира и 486 машиномест во дворе у дома. 57% квартир от общего числа займут студии и однокомнатные квартиры. На момент съемки однокомнатная квартира в жилом комплексе Ютари стоит от 5 250 000 рублей. Квартиры застройщик передают черновой отделке, но можно заказать и чистовую отделку и включить ее в ипотеку. До ближайшей станции метро Шушары примерно 26 километров. Но зато в шаговой доступности есть железнодорожная станция Колпина. Поезда ходят часто, а до Московского вокзала можно доехать от 23 минут. Это очень удобно и практично. А в детских садах за номерами 16, 22, 33 и 27 есть немного вакантных мест, согласно информации сайтов этих учреждений. В 402 гимназии тоже есть немного мест, но шансы попасть как в детский сад, так и в гимназию очень-очень низки. Напомню, что наличие на территории комплекса детского сада и школы не означает, что ваш ребенок пойдет именно в эти учреждения. В отзывах в интернете есть много негативной информации, что с комплексом расположено рядом кладбище, СИЗО и полигон Красный Бор. Типа ужас, ужас, ужасный. До кладбища около километра. Я в этом вообще ничего ужасного не вижу. Так, к примеру, на Васильевском острове у Сомалинского кладбища просто все застроили, а из окон люди видят кресты и гуляют по этому кладбищу и дети, и взрослые, и родители. Здесь кто и как к этому относится. Но о наличии таких соседей вы обязаны знать перед покупкой недвижимости. До полигона Красный Бор около 7 километров, и на данный момент идет его ликвидация. А согласно заявлению властей, он уже давно не опасный. Но поверьте, никто не хочет ЧП в Колпино рядом с Санкт-Петербургом. Примерно в трех километрах находится следственный изолятор. Я считаю, это достаточно хорошее удаление от комплекса. Но, к примеру, в 250 метрах от жилого комплекса расположена МЧС. И об этом почему-то все молчат. Читать отзывы полезно, но иметь свое мнение обязательно. Согласно рекламе застройщика, у комплекса закрытая территория, дворы без машин, ландшафтный дизайн и многое другое. А первые дома сданы еще в далеком 2019 году. Ну что, пойдемте и рассмотрим этот комплекс поближе. Въезд комплекс, в шаговой доступности аптека Магнит, еще одна аптека, пункт выдачи Озона. Звукоизоляционными щитами огорожено рубежное шоссе. И вот он, друзья, жилой комплекс Ютери. Кстати, видите, обратите внимание, это самолеты, и они здесь летают очень часто. Если вам не нравятся самолеты, вы переживаете там еще за что-то, то тогда, конечно, не рассматривайте этот комплекс для приобретения. Чем-то проект напоминает проект от Банава, который находится в Севолжске с названием Грёна Лунд. Обзор комплекса есть на моем канале, ссылку оставлю, чтобы вы могли пройти, посмотреть и сравнить. Конечно, первое, это что бросается в глаза, большие балконы. Обратите внимание, что вот его глубина метр девяносто. Остекление, смотрится все красиво. Окна увеличенного проема, пихты, озеленение, освещение, парковки велотранспорта, детские площадки. Вот это такой основной променад в этом комплексе. Обратите внимание, что здесь вот такая экотропа, но по ней очень неудобно ходить. Есть урны, брусчатка, входные группы в уровень с землей. И давайте немножечко сейчас с вами пройдемся по территории и прогуляемся. Вот там, кстати, впереди детский сад в виде крепости, за ним школа, и за ним как раз строятся новые литеры этого комплекса. Ну, здесь что-то наподобие такой горки, смотрится прикольно. Большие елки, деревья, камни. Вот здесь, кстати, прикольно сделал застройщик. Здесь напилили такие пенечки и вот выложили пеньковая, наверное, брусчатка. Не знаю, как это правильно назвать. Ну, слушайте, смотрится прикольно, но в обслуживании, наверное, неудобно, потому что видно, что ее из почвы уже повыпирало частями. И, конечно, ходить здесь не супер, особенно если вы девушка, у вас есть каблуки. Детские площадки прикольные. Есть вот такие качели, их родители не дадут обмануть, дети их очень любят. Здесь чуть поменьше, есть песочница. Здесь, посмотрите, какие большие елки. Ну, здесь реально прикольно. Спортивная площадка. Ходишь и, знаете, такое ощущение, что действительно ты не находишься ни в Колпино, ни в Питере, а ты приехал в какую-нибудь Лоперанту и вот там к своим знакомым друзьям или арендовал квартиру и просто ходишь и наслаждаешься красивыми домами. Обратите внимание, как все классно и прикольно смотрится. Кстати, здесь можно еще поговорить о энергоэффективности зданий, потому что хоть это и панельное строительство, но это трехслойные современные панели, где внутри находится базальтовый утеплитель, поэтому у них высокий класс энергоэффективности от Б и выше. Этот же завод, который изготавливает панели для своих домов, он также изготавливает и для Банавы. Входные группы в уровень землей, есть ограничитель, решетка, система допуска, небольшое количество квартир. Ну, вот это, конечно, все классно. Безрамочное остекление, все уже есть от застройщика. Конечно, смотрится достаточно все красиво. Электрическая будка. Обратите внимание, как красиво его оформил застройщик. Не оставил просто бетонную окрашенную коробку, а вот что-то постарался сделать красивое. Мансардные этажи. Это пятые этажи. И вот, кто живет, напишите, пожалуйста, нет ли промерзания и протекания как раз ваших мансард. Если обратить на балкон, обратите внимание, что на пятом этаже какой он получается здоровый. Смотрится очень-очень интересно, потому что, конечно, финский архитектор постарался. Вот такие, видите, декоративные элементы. Ты вроде сможешь. Ничего такого, обычная плита окрашена. Ну, посмотрите, как все классно сделано. С завода вот так вылет бетона напоминает чем-то ставни, как это было в старину. И, соответственно, окрашена в разные цвета. И смотрится все это классно. Давайте вот сюда пройдем, в этот двор и посмотрим. Ну, здесь, конечно, вот такой трехуровневый пандус, который немножко разваливается. Как-то считаю, что нужно было просто вот, знаете, не знаю, как вы считаете, я бы вот так бы сделал туда подъем. Мне кажется, это удобнее, чем вот так три этажа подниматься. Кривенькие ступенчики. Могли бы, конечно, сделать все поровнее. Было бы намного лучше. О, это управляющая компания. Проходим. Видите, у нас немножко разная высота. Здесь аналогичные большие балконы. Ну, а, кстати, они не в всех квартирах. Есть квартиры, где они чуть меньше. Дворовая территория. В такой немножечко глубине, низинке, если так можно сказать. Ну, Валберис, мини-маркет. Когда летал на коптере, все это смотрел, было ощущение, что немножечко не хватает расстояния между домами. Но когда ты находишься здесь внутри, то вот у меня такого ощущения нет. Смотрится классно. Обратите внимание, что, кстати, вот они, видите, балкончики, которые чуть меньше. Они, ну, это даже не балкон, это лоджия. Балкон вот у нас выпирает с фасада, а лоджия, она как раз заподлицо с фасадом. Сама концепция очень классная. Смотрится очень уютно. Очень тихо. Нет вообще людей. Во-первых, и пошел дождик. Плюс рабочий день. 14 часов 11 минут у нас. Ну, и, соответственно, здесь не такая плотность населения, как это обычно в комплексах, где там по 27 этажей или чуть ниже. Территория классная. То есть вот здесь, видите, сделали такой хороший пример, как можно строить стандартное жилье. Недорого, качественно и красиво. И вот эти дома, поверьте, они через 10, через 20 лет, эти проекты будут актуальны. Потому что он простой, как военная техника. Здесь нет ничего лишнего. Ну, конечно, есть вот такие места, да, здесь нужно, чтобы управляющая компания это лучше обслуживала. Вот это специально такая черная штука, чтобы земля не седала. Видите, дети же бегают, прыгают, надо это подсыпать, травку сажать. Потому что, ну, если обратить внимание на траву, то, знаете, она такая. Ну, хотелось бы, чтобы она какая-то была, ну, более такая гладкая, зеленоватая. А здесь она такая ощущение, что вот как в поле росла, так и осталась. Скамейки под навесом. Недорого, но они есть. И, ну, на первый взгляд, в нормальном состоянии. Детский садик в виде крепости. Он уже функционирует. И многие, кстати, жители правильно сетуют на то, что их дети не могут попасть в этот садик. Потому что я вам еще раз напомню, что наличие детского сада и школы прямо у вас в комплексе не означает того, что ваши именно дети будут ходить в эту прекрасную школу, и в этот прекрасный детский сад. Смотрите, здесь прикольно сделано. Здесь вот она вот так идет территория. Слушайте, классно. Мне нравится. Слушайте, здесь застройщик, да, сделал классный проект. Вот у меня сразу интересно, применяет ли он какую-то шумоизоляцию. Что он делает вот с такими, друзья, моментами. Обратите внимание, видите, это как раз перекрытие с панелей. И видно, что отваливается штукатурный верхний слой как раз из-за того, что туда попадает влага. Где-то здесь застройщик накосячил. И пока, кстати, есть гарантия 5 лет, нужно обращаться, чтобы они это все переделали. Подошел сейчас местный житель. Так вот, что снимаете? Как, чего? Ну, в общем, разговорились. Слушайте, довольно сказал, что у него двушка. Он платит, ну, там, без воды электричество, понятно, там, всего полторы тысячи рублей. Везде стоят счетчики, натопление, ну, соответственно, на воду, электричество. Это понятно. Сказал, что управляющая компания, с его слов, исполняет заявки очень быстро. И все, в принципе, оперативно. Вот так вот. И соседи, кстати, не слышат. Вот для меня это очень важно. Когда живешь, особенно не на последнем этаже, не хочется, чтобы, знаете, кто-то там ходит где-то там в туалете воду смывает, а ты это слышишь. Вот сказал, что такого нет. Надеюсь, что это правда. Если не так, обязательно напишите в комментариях. Да, детский сад, конечно, очень классно смотрится в виде крепости. Вот тоже, смотрите, спортивная площадка. Подумевшая одна елочка, вторая нормальная. И достаточно здесь. А, слушайте, покрытие хорошее. Слушайте, прикольно. Можно и спортом позаниматься. Слушайте, ну очень красиво. Реально, очень-очень приятное ощущение. Очень положительное ощущение. Вот сейчас подойдем, посмотрим стройку. Посмотрим с вами школу. Это уже осенью должны пойти дети в эту школу. Я так полагаю, тут финальные работы уже должны идти. Слушайте, а детский сад-то какой крутой. Значит, что мне здесь нравится? Во-первых, есть террасы закрытые. Это круто. Вот сейчас идет дождик, и дети могут находиться внутри. Закрытые песочницы. Обратите внимание, сколько много всяких штук для детей, чтобы они играли и развивались. И даже и спортивный комплекс. Молодцы. Но вот здесь, конечно, не мешало бы подстричь травку. Кстати, сейчас мы еще подойдем к этим домам. Они чуть отличаются от того, что построено здесь. Здесь пихты, слушайте, как вымахали. Слушайте, мне нравится, что здесь очень мало людей. Что это пятиэтажные всего лишь дома. Это, конечно, подкупает. Ну и, конечно, кстати, вот Джилле сказал, что все, кто хотел попасть в школу и в детский сад, ну, кто в детский сад хотел, да они уже попали. Ну и, соответственно, кто захочет попасть в школу, тот тоже попадет. Ну, самолет летит. Кстати, очень тихо летит. Я только не знаю, это он на посадку летит или на взлет, наоборот. Вот впереди мы видим эти дома. Панели. Панели сварены между собой. Перекрытие тоже, соответственно, панели. Но при этом, когда я смотрел фотоотчет застройщика, есть у панельных домов особенность. Особенность заключается в том, что когда укладывают плиты, очень часто там нет технологических отверстий про для труб, там электрики и все остальное. Просто берут, выдалбливают дрянь. Значит, соответственно, когда ее выдалбливают, она не может быть одинаковая. А здесь я в фотоотчете застройщика обратил внимание на то, что их, похоже, сверлят, потому что везде все очень-очень аккуратно. Но вот только я когда смотрел, нигде не нашел фотографии, чтобы было видно, есть ли там шумоизоляция или нет. Если вы знаете по поводу шумоизоляции, которую должны класть под стяжку, как это делают в Финляндии, то напишите, друзья, в комментарии, если знаете, что это за шумоизоляция, которую применяет, если применяет здесь застройщик. По цвету, кстати, мне он, знаете, кого напомнил? Он мне напомнил Хакапеллиту. Остроил еще тогда компанию ННС, которая через какое-то время перешла в жилищном строительстве, называется Банава. Сейчас они, напомню, уходят с нашего рынка. И вот цветовое решение как раз очень похожее. Но Хакапеллита смотрится не так привлекательно, как Ютери. Они были подрядчиками вот этих домов, а потом решили построить свой жилой комплекс. Ну, детский сад, да? Вот. Красавцы. Так, давайте пройдем дальше, посмотрим. Как раз вот к этим домам я расскажу, чем вот эти дома отличаются от этих. Ну, сама территория, смотрите, большая. Здесь есть где погулять. Понятно, что здесь ни клубов, ни дискотек, ничего нет, но это круто. И когда я вот хожу по такому кварталу, то, конечно, понимаю, что он, скорее всего, семейный. Для тех людей, которые любят тишину, спокойствие, безопасность. Молодцы, красиво, красиво все. Небольшие штрихи, и здесь все будет достаточно круто. Не знаю, слышно будет на микрофон или нет, но здесь поют птички, и это очень классно. А птицы там, где всегда тишина. Прикольно, кстати, сделаны площадки для сбора мусора, но баки, конечно, управляющей компанией уже закатывать вовнутрь, так было бы лучше. Вон у двунчики вылезли, красота. Слушайте, молодцы. Вот здесь, кстати, вижу особенность ступени наверх. Для маломобильных групп населения сделан такой подъемник. Да, вид его, конечно, так себе. Но в целом, в целом, здесь вот есть, знаете, такие небольшие совсем нюансы, и их можно спокойно и недорого устранить. Обратите внимание, какой у людей гамак классный. Слушайте, вообще классно сделано. Вот здесь ощущение, что чуть меньше, может быть, расстояние или нет. Скорее всего, такое же, как и везде. И за счет того, что получается первый этаж, горка вот так она идет. Слушайте, смотрится классно. Очень-очень так приятно все сделано. Здесь резиновое покрытие. Слушайте, я вот, честно говоря, даже такого не ожидал. На входной группы тоже посмотрите. Обратите внимание. Тут цветочки должны быть, мусор, штука, ноги вытирать. Ну, вот здесь это подтеки, или это от обуви. Потому что непонятно, откуда здесь внизу может быть вода. Парадная. Система допуска. Вот это прикольная, кстати, штука. То есть, не знаю, для чего они вот это поставили. Потому что, когда заходишь, вот здесь как раз, вот так можно вытереть ноги, все попадает туда вниз. Есть вот такой ограничитель подгнивший. Вот эти, кстати, балконы классные. Широкие и большие. Молодцы. Не, молодцы. Очень приятно. Очень приятные ощущения от комплекса. Вот доосточные трубы есть, смотрите. До самого верха. Ну, и сама детская площадка. Как вам оцените, друзья? Снимал видео и видел, как, знаете, вот есть газонокосилки ручные, а есть газонокосилки, на которых как на мотоцикл села. И, соответственно, по нему ешь. Вот, обратите внимание, вот они. Покосили, вот они видны борозды. И вот уже управляющая компания убирает. Вот это делают молодцы и правильно. Потому что, если сразу не убрать, потом она высыхает. И другая трава, которая находится под скошен, она начинает уже трава темнеть. Слушайте, странно по документам. Небольшое количество парковочных мест. Но обратите внимание, что свободных мест целая куча. Очень-очень много. То ли я не туда посмотрел, то ли не все указано. Но с местами здесь достаточно все в порядке. В отличие от большинства. Вот, кстати, видите, класс мегроэффективности А. Высокий. Значит, первое, вот этот дом отличается тем, что здесь всего лишь 4 этажа. И сейчас подойдем поближе. Смотрите, кустики, камушки. Здесь прикольно сделали. Смотрите, здесь не брусчатка, а плитка. И она разноцветная, смотрится классно. Здесь из нюансов. То есть это те же трехслойные плиты современные. Базальтовый утеплитель, штукатурка, окраска. И в таких домах еще теплее и прохладнее летом. И они более за счет этого фасада высокоэнергоэффективные. Давайте посмотрим, что здесь во дворе. Слушайте, прикольно. Здесь молодцы, что сделали. Поставили буйки для того, чтобы сюда никто не заехал. Что-то здесь оставили открыто. Непонятно. Ох, 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 друзья. Что я здесь вижу? Во-первых, двор весь зеленый. Здесь классно. Хорошие, красивые. Как вот эти насаждения, не знаю. Кустики он уже. Вот, смотрите. По-не нашему написано, что будет. Старт. Можно побежать. Смотрите, какой классный двор. Это, кстати, наш отечественный производитель детского оборудования. Да, красивый город. Красавцы. Красивый город. Делают под иностранцев и делают. Смотрите, как круто. Вот, видите, вот это для... Вот это, кстати. Чем прикольны это качели? Сюда сажаете своего маленького ребенка. Сами сюда и качаетесь вместе. Это реально круто. Огромная песочница. Просто огромная. Знаете, хочется сюда самому запрыгнуть и начать копать этот песок. Смотрите, как классно. Здесь сидят взрослые, мамы, папы. Смотрят за своими детьми. Вот такие лазалки. Вот эта труба, классная штука. Вот здесь, смотрите. Можно на этих досках рисовать. Блин, классное решение. Я, кстати, что-то ни одного застройщика не помню, чтобы я вот такой видел. Ну, здорово же. О, кого из детей знает этих чудиков. Они, наверное, есть у каждого дома. У кого из детей. Мне, например, вот в этих домах, вот то, что сплошной фасад, не так и нравится, когда видны вот эти стыки между плитами. Для меня, например, это как-то, ну, как-то мне это больше нравится. Не знаю, как вам. Деревья. Вот бревно такое здоровое положили. Блин, брусчатка. Смотрите, как она круто и классно смотрится. Слушайте, очень-очень молодцы. Молодцы. Я доволен, мне нравится, и на мелкие нюансы, на все можно закрыть глаза. Подобрать себе правильно хорошую планировку для жизни и жить в свое удовольствие. Кулпино, кстати, хорош тем, что это небольшой город. В нем нет такой плотности и населения. Кстати, из этого комплекса хорошо выезжать, потому что есть три заезда и въезда. Если, например, где один переезд, вы видите, что едет поезд, можно всегда это объехать и не стоять вместе со всеми. Ну, я думаю, кто здесь живет, это прекрасно знает и так и делает. Да, интересы полянара тоже все застроят. Обходим весь комплекс, везде видна парковка. Здесь почему-то класс многоэффективности Б. Работают, чистят. Это как раз новые дома, которые скоро вот-вот сдадут. Слушайте, да, классно. Кстати, не каждый комплекс может похвастаться вот такой дворовой территорией. Здесь находиться очень приятно. Если, знаете, ночью взять, поменять у всех машин номера на европейские, поставить европейские таблиточки, то такое ощущение, что ты за границей. Не будет ощущения, что ты находишься в России. Ну, тут прикольно бивное покрытие сделали. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, не очень правильно, потому что, ну, через какое-то время дорожку-то немножечко подубьют. Строители, он, трактор ездит, где школа. Тут строители видны, внутри, понятно, какие-то работы ведут. Я вижу, что вот они окрасили плиты. Ну-ка, давайте сейчас приблизим. И вот здесь, видите, местами отошла краска, потому что сделали некачественно. И вот видно, вот они, видите, двое. Это все исправляют. Когда, кстати, вот такое набивное покрытие вместо асфальта, вы знаете, такое ощущение, что ты действительно живешь в своем доме, или ты живешь вот как здесь, в малоэтажном доме, как раз за городом. Потому что этот, знаете, такое напоминает мне лично проселочную дорогу. Может быть, в этом и есть свои прелести. Но посмотрим, что с этой дорогой будет через 2-3 года. Обхожу комплекс с другой стороны. Здесь, обратите внимание, вот уже постригли газоны, убрали сразу всю траву. Красавцы, вот молодец. Вот у меня, например, в комплексе управляющая компания, их надо 100 раз позвонить, чтобы они скосили траву, потом еще тысячу раз позвонить, чтобы они убрали эту траву. Входная группа. Будут сказать, может, практически в уровень землей. Проблем не вижу с одной ступеней. Здесь стандартная сетка. Зашел, вытер ноги. Тут что-то какая-то проблема. А, здесь была плитка, она, видно, отбилась, отклеилась. Надо просто закрасить, потому что не очень правильное решение. Заходим. У нас есть лифт в пятиэтажном здании. Могли бы, кстати, и не ставить. Так, что у нас со светом? Главный вход, кстати, вот он. Здесь не хватает, вот видите, резиновый коврик есть. Не хватает, конечно, утопленного этого коврика, чтобы его никуда не закидывали. Чуть темновато, конечно. Почтовые ящики. Прикольно сделали, не цветные. Давайте мы с вами поднимемся на последний этаж. Посмотрим, что за лифт. Живи, юг. Управляющая компания Ютери. Ну, от застройщика, понятно. Я не против управляющей компании застройщик. Главное, чтобы они выполняли хорошо свою работу. Здравствуйте. Едете? А лифты Уотис с режимом регенерации. И он чуть больше, чем обычный пассажирский. То есть это между что-то грузопассажирским и пассажирским лифтом. Слушайте, прикольно. Картинку повесили, если что, если куда позвонить, если вдруг застряли. Разговаривает. Выходим. Пятый этаж. Табличка есть. Пятый этаж. Лестничные марши. Ну-ка. Держится крепко. И обратите внимание. То есть сама по себе конструкция достаточно простая. Но при этом окрашена нормально и смотрится классно. Вот видите, вот он, мансардный этаж. Вот такие окна. Ну, слушайте, классно, как будто в своем доме. Смотрите, здесь плюс. Сразу видно, где какая находится квартира. Ну, давайте направо пойдем. Высота 3 метра. Сразу ощущается. Широкий коридор. Классная плитка. Дверь от застройщика. Недорогие звонки сверху. Если бы ставили вот здесь внизу, то было бы, конечно, практично. Видите, кто-то двери меняет. Ну, и двери, сами цвет мне не нравятся. Двери, может, они и хорошие. Здесь я вижу два замка. Есть глазок. Классическая ручка фурнитуры, которая есть и везде. Ну, все. Чистенько, простенько и аккуратно. Спустимся по лестничному маршу на этаж ниже. Гипсокартон. Тут нормальное, приличное ограждение. Ну, свет загорелся. Ну, смотрите, аналогичная картина. Есть везде указатели. Так, ходили направо, давайте налево теперь. Все то же самое. Чисто, просто, аккуратно. Как и должно быть. Ну, и обратите внимание, что очень здорово, что в лестничных маршах есть вот такое сплошное остекление. Смотрится классно. Ну, и плюс отмечу, что можно в летний период открыть окно для того, чтобы заходил чистый воздух. А вот, обратите внимание, машина проехала и ворота закрываются. Молодцы. Очень приятно. Вот, кстати, смотрите, обращаю ваше внимание, что вот здесь места были, где, соответственно, слезла краска. Понимаю, либо это застройщик, либо управляющая компания уже. Это шпаклевка. Шпаклевка или шпаклевка похожа. Ну, все закрывают, окрасят и будет красиво. И здесь аналогичная картина. Еще, кстати, прикольно, что вот здесь такие тумбы сделаны, где можно выращивать цветы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы здесь был не сорняк. А именно цветы, потому что здесь растет крапива, одуванчик, ну и какая-то травка. Вот это основной променад, где можно прогуляться с детьми, с женой. Если вдруг чего-то захотелось, то смотрите, что есть. Ну, вообще, круто сделали, молодцы. Кофе, сосиски, бургеры с собой, мини-пекарня. Классно же. Есть даже шаверма. Поел и поиграл в баскетбол. Если встал в выбор приобретения недвижимости, а бюджет ограничен, вы рассматриваете цветной город, Приневский, Аквилон Скай, обратите свое внимание на жилой комплекс Ютери. Малоэтажность, хорошая дворовая территория, а рядом железнодорожная станция Колпино, все это меня подвигнет к приобретению здесь квартиры. Ну, конечно, практично иметь свой личный автомобиль. В общем, пошел такой хороший дождик, поэтому приходится сворачивать свое оборудование и покидать этот прекрасный и хороший комплекс. Вот реально рекомендую к покупке. Здесь реально все здорово. Мне понравилось. Жаль, не посмотрел квартиры от застройщика. Очень бы хотелось. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео и оставьте свой комментарий. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok